Обзор чрезвычайных происшествий на Якутии 24 в студии Александр Зубехин. Резонансное дело врача закрыто. В Нервинге завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего врача Золотинской больницы в избиении пациентки и незаконном проникновении в ее жилище. Следствием установлено, что вечером 1 января в помещении этнокультурного центра Эйян, села Иенгра, действительно случился конфликт. Мужчина находился в состоянии алкогольного пенения. Он поссорился с одной из посетительниц, ударил ее кулаком в лицо. Поводом для проявления агрессии, со слов обвиняемого, явилось нападение девушки и ее приятельниц на коллегу врача. Позднее конфликт продолжился в сельской больнице, в которой собрались все его участники. Обвиняемый в полном объеме признал вину в совершенном преступном деянии и раскаялся в содеянном. Помимо этого, он возместил ущерб, причиненный потерпевшей своими действиями, и внес в следственные органы ходатайства о прекращении уголовного преследования и назначение судебного штрафа. Потерпевшая сторона согласилась с прекращением уголовного преследования в отношении бывшего медика. В этой связи следственными органами в мировой суд внесено ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении обвиняемого в связи с заглаживанием им причиненного преступлением вреда и назначение ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Рассмотрение ходатайства назначено на 11 марта текущего года. В Якутске ликвидирована подпольная нарколаборатория. Еще в конце прошлого года в Якутске сотрудниками республиканского наркоконтроля была просечена деятельность группы лиц, организовавших изготовление из быт крупных партий синтетических наркотиков, так называемой скорости. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по месту временного жительства одного из задержанных фигурантов полицейскими обнаружена подпольная нарколаборатория. Изъяты порядка одного килограмма наркотиков, 37 килограммов прекурсоров и лабораторное оборудование. На сегодня завершены все экспертизы, подтверждающие, что найденные вещества являются наркотическими. По оценкам экспертов, изъятых прекурсоров достаточно для изготовления 5 килограммов высококонцентрированных синтетических наркотиков, стоимость которых на черном рынке оценивается в 15 миллионов рублей. Таким образом, полицейскими предотвращено поступление в незаконный оборот 25 тысяч средних разовых доз синтетики. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению всей преступной цепи организаторов наркозбыта, в том числе и за пределами республики. Якутский 36-летний таксист, уроженец Олегминского района, похитил у пассажира банковскую карту. В столичную полицию обратилась женщина с заявлением о краже. Потерпевшая заказала такси, хотела расплатиться за поездку с помощью услуги «Мобильный банк». В месте назначения выяснилось, что у таксиста на телефоне такая услуга отсутствует. Пассажир доверила банковскую карту водителю. Сходив в банкомат, мужчина вернулся и отдал карту владельцу. На мобильный телефон доверчивой девушки пришло смс-уведомление о снятии суммы, равной тарифу. Поэтому у нее никаких сомнений не возникло. На следующее утро на телефон женщины поступило сообщение, что с ее счета с банковской карты было произведено обналичивание 11 тысяч рублей. Потерпевшая в недоумении проверила свою карту и обнаружила, что таксист вернул ей другую. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации кража. Санкциями данной статьи предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Задержан подозреваемый в умышленном повреждении чужого имущества. На днях полицейскими по Хангаласскому району был задержан 45-летний уроженец Краснодарского края в подозрении умышленного повреждения чужого имущества. Еще летом этого года, недалеко от поселка Максоголох, потерпевший отдыхал с друзьями и припарковал автомобиль на обрывистом берегу. Неожиданно подъехал автомобиль УАЗ и столкнул машину пострадавшего с берега, в результате чего транспортное средство ушло под воду. Водитель УАЗ скрылся с места происшествия. Несмотря на то, что потерпевшие его приятели не смогли разглядеть внешность водителя УАЗ и государственные регистрационные знаки на автомобиле, в ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативникам удалось установить личность и местонахождение злоумышленника. В настоящее время следствие по делу продолжается. В США воришки выбрали убежищем от преследования патруля полицейский участок. Случай произошел в городе Пиория, штат Аризона. В полиции поступил сигнал о двух посетителях магазина, которые были уличены в хищении товара. На одной из автозаправок в машине стражи порядка увидели схожих по описанию мужчину и женщину. Сотрудники полиции хотели подойти к автомобилю, но граждане стали убегать. Во время преследования беглецы перепрыгнули через ограждение здания, на фасаде которого на самом видном месте написано «Полиция Пиории». Через некоторое время они поняли, куда попали. Мужчина решил перепрыгнуть обратно, но застрял, после чего сразу был задержан. Его спутница решила спрятаться под скамейкой, откуда ее извлекли и задержали. Эту запись офицер Брэндон Шефферт выложил в Фейсбуке с рекомендацией «Никогда не пытайтесь уйти от преследования полиции». И если вы это делаете, убедитесь, что не бежите прямо в полицейский участок. Такова хроника происшествий к этому часу. Удачи вам и будьте осторожны.